Девушки отдыхают 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 И были моменты, ну, не массовые, конечно, а там исключительно, например, в переводе там отдельных взятых земельных участков, например, в районе Даркылах, там, где вообще затапливается. Там, естественно, нет никаких перспектив по развитию индивидуальной жилой застройки, там никогда не будет школ, детских садов, там не будут созданы условия для того, чтобы люди могли комфортно, спокойно проживать. А вот развитие какой-то коммунально-складского характера объектов, пожалуйста, люди могут на этих же земельных участках, имея право собственности, использовать их по прямому назначению, кроме ИЖС. Также на сессии рассмотрены и приняты единогласно две инициативы Александра Савинова, председателя Якутской городской думы. Это концепция развития велодвижения и внесение изменения в Кодекс внутреннего водного транспорта России. За принятие концепции развития велодвижения депутаты проголосовали единогласно. Конкретные же меры под все мероприятия будут предусмотрены в долгосрочной городской программе, которая будет разрабатываться администрацией города Якутска в сотрудничестве с представителями велосообщества. На сегодняшний день около 300 единиц затонувших судов и их фрагментов находятся на дне рек и озер Якутии. Эти суда загрязняют воду и негативным образом влияют на экологию, флору и фауну, представляют опасность для судоходства. Данный проект направлен на улучшение экологической ситуации в акватории бассейнов России, в том числе Ленского бассейна. Орган государственной власти, ответственный за поднятие затонувших судов, не определен. Савинов выдвинул инициативу, что при бездействии собственника судна, обязать поднять затонувшее судно возлагается на администрацию бассейна внутренних водных путей. Учитывая, что данная проблема существует не первый год и количество затонувшего металлолома из года в год растет, не только в Якутии, но и по всей стране необходимо принятие соответствующих законодательных решений. Все решения были приняты, а законодательные инициативы переданы в Илтумен. На следующей, внеочередной 48-й сессии Якутской городской думы были рассмотрены только два вопроса. О назначении исполняющего обязанности главы городского округа города Якутск и о назначении досрочных выборов главы городского округа города Якутск. Согласно письма, поступившего от исполняющей обязанности главы города Петра Семеновича Ефремова, мы рассматривали первым вопросом о назначении временно исполняющего обязанности главы и второй вопрос о назначении даты досрочных выборов главы городского округа города Якутск. Очень важные вопросы. Согласно статье 41 Устава и Федерального закона 67 ФЗ, мы обязаны, во-первых, назначить исполняющие обязанности главы и назначить выборы, досрочные выборы. Все это в рамках федерального законодательства, нашего Устава, как я уже сказал. И мы все сроки соблюдены. Не позднее 80 дней, не ранее 90 дней. Поэтому, согласно 67 ФЗ, если это подходит к единому дню голосования, значит, единый день голосования должен быть утвержден. Поэтому выборы главы состоятся также 9 сентября. До вступления в должность нового главы города, исполняющим обязанности мэра столицы, единогласным голосованием назначен первый заместитель главы городского округа города Якутск Дмитрий Садовников. Также депутаты Якутской городской думы утвердили дату досрочных выборов мэра Якутска на 9 сентября 2018 года. 9 сентября в Якутии пройдут масштабные выборы. В единый день голосования будут выбирать Илдархана, мэра Якутска, народных депутатов, глав 15 муниципальных районов, депутатов 22 улусных представительных органов и глав 16 поселений. Кроме того, изберут новый состав Якутской городской думы, последняя сессия которых запланирована на 6 сентября. Субтитры создавал DimaTorzok